Тема урока «Координатная прямая». На этом уроке мы узнаем, что такое координатная прямая, научимся на ней обозначать положительные и отрицательные числа, определять координаты симметричных точек. Давайте возьмем координатный луч. На нем отмечено начало точка О с координатой ноль, единичный отрезок и справа от начала координат у нас находятся положительные числа в порядке возрастания. А где расположить отрицательные? Чтобы отметить отрицательные числа, нужно луч дополнить противоположным ему лучом и нанести на него такие же деления. Таким образом, получилась координатная прямая. Справа от точки О с координатой ноль начала координат положительные числа, а слева отрицательные. Следовательно, координатная прямая – это прямая с указанным на ней началом отчета, направлением отчета и единичным отрезком. Координата – число, показывающее положение точки на координатной прямой. Числа, расположенные справа от точки О с координатой ноль на координатной прямой, положительные. Соответственно, направление, в котором они расположены, называют положительным. Числа, которые расположены слева, отрицательные, поэтому направление, в котором они расположены, называется отрицательным. На координатной прямой стрелкой указывается только положительное направление. Число 0 разделяет положительные отрицательные числа. Каждому числу соответствует единственная точка прямой. Например, числу 3,5 соответствует точке М, которая удалена от начала отсчета, то есть от точки О, на расстоянии равное 3,5 в заданном масштабе и отложено от точки О в заданном положительном направлении. Число минус 4 соответствует точке П, которая удалена от точки О на расстоянии равное 4 и отложена от точки О в отрицательном направлении, то есть в направлении, противоположном заданному. Верное и обратное. Каждая точка координатной прямой соответствует единственному числу. Около стрелки, указывающей направление отчета на координатной прямой, часто ставят буквы Х, У или Т. В таких случаях, соответственно, говорят ось Х, ось У или ось Т. Координатные прямые могут располагаться на плоскости по-разному, не только горизонтально. Например, шкалу на термометре можно назвать координатной прямой, она будет вертикальной. В этом случае положительные числа будут находиться выше нуля, а отрицательные ниже нуля. Выполним практическое задание. Изобразим координатную прямую. Для этого начертим прямую, отметим на ней начало координат точку О с координатой 0, выберем единичный отрезок, нанесем деление справа и слева от точки О, покажем стрелкой направление отчета, назовем координатную прямую осью Х. Отметим на координатной прямой точке А с координатой 3, Б с координатой минус 3. Обратите внимание, расстояние от точки А до начала координат точки О будет равно расстоянию ОБ. Угол АОБ равен 180 градусам. Следовательно, точки А и Б будут центрально симметричны относительно начала отчета координатной прямой точки О с координатой 0. Следует отметить, что центром симметрии точек на координатной прямой может быть любая точка данной прямой. Поучимся находить симметричные точки на координатной прямой. Пусть точка О с координатой 0 – центр симметрии. Найдем точку с симметричной точки С с координатой минус 6. Такой точкой будет точка, расположенная по другую сторону от центра симметрии на расстоянии, равном от С, точка С1 с координатой 6. Усложним задание. Центром симметрии теперь будет точка А с координатой минус 2. Между точками С с координатой минус 6 и точкой А с координатой минус 2 – 4 единичных отрезка. Отсчитаем от точки А с координатой минус 2 4 единичных отрезка вправо. Отметим точку В. Определим ее координату 2. Таким образом, точки С с координатой минус 6 и В с координатой 2 будут центрально симметричны относительно точки А с координатой минус 2. А как определить координату центра симметрии двух точек на координатной прямой? Пусть даны симметричные точки М с координатой минус 1,4 и М1 с координатой 2,6. Расстояние от точки М до О с координатой 0 – 1,4. От точки М1 до начала координат – 2,6. Центр симметрии должен быть посередине. Поэтому половина суммы чисел 1,4 и 2,6 равна 2. Из координаты точки М1 вычтем 2. 0,6 – координата центра симметрии точек М и М1. Таким образом, на этом уроке мы узнали, что такое координатная прямая, научились определять координаты точек, находить симметричные точки. Субтитры создавал DimaTorzok